Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 21 июня. Житие преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона. Родина святых Иулия и Иулиана была страна Мирмидония. Оба они были родные братья и с младенчества были воспитаны в христианском благочестии и получили доброе наставление в книжном учении. Достигши совершенного возраста, они стали проводить жизнь в девственной чистоте, служа Богу постому молитвою, получаясь день и ночь в законе Господнем. За такое богоугодное житие они были удостойны церковных степеней. Иулий был рукоположного Пресвитера, а Иулиан – Водиакона. И были они в церкви Христовой как два светильника, сияя добрыми делами и прославляя имя Отца Небесного. В то время среди пшеницы святой веры еще было много плевел идолопоклоннического заблуждения. Хотя Восток и Запад находились в то время уже во власти христианских царей, и благочестие всюду процветало, однако еллинское нечестие не было еще истреблено до конца, в особенности поселением, где люди в неразумной слепоте еще держались древнего идолослужения. И вот эти два раба Христова, преисполненные ревностью по Боге, прибыли в Царьград к благочестивому царю Феодосию-младшему и просили дать ему его царскую грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сожигать капище, и посещать рощи и сады, насажденные в честь идолов, и взамен того созидать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. Царь дал им на это разрешение, подтвержденное грамотой, в которой было присоединено повеление, чтобы везде по окрестностям и городам все правители епархии, области начальники и князья, различные сановники и градоначальники повиновались Иулию и Иулиану во всех делах, и настроения храмов Божиих доставляли им все потребное. Получили они и от святейшего патриарха благословение на проповедь, и на созидание, и освящение церквей. И вот эти два святые воина Христова, как два апостола, отправились в страны греко-римского царства, проповедуя язычникам имя Иисуса Христа, и обращали многих ко Христу Богу, утверждая их веру не только словом, но и чудесами. Ибо от Бога им дана была благодать и сила исцелять недужных, изгонять бесов, и везде разоряли они идольские храмы, а идолов уничтожали. В тех же местах, где елены в ожесточении своем оказывали им сопротивление, и там, показав царское повеление правителям и градоначальникам, и получив от них помощь, святые исполняли свое дело. Они созидали множество церквей не только на пособие из царской казны, но и от щедрого подаяния истинно верующих христиан. Ибо все и повсюду, видавшие таких учителей, просветителей и чудотворцев, не жалели своего имущества, жертвуя его на святое дело. Таким образом, они прошли восток и запад и создали до ста церквей. Чудеса же, явленные ими, бесчисленны, так что невозможно подробно их передать, и разве только некоторые можно воспомянуть. Однажды при постройке церкви в Бивлах, созидавшейся старанием святых братьев, один из работников по неосторожности отсек себе железным орудием большой палец на левой руке, так что вытекло очень много крови. И человек тот упал от изнеможения и боли, как мертвый. Святые, увидав это, взяли отсеченный палец, приложили его к составу, осенив больное место крестным знаменем, и палец тотчас прирос к составу своему, а рана закрылась. Святые, подняв с земли человека того здоровым, подали ему в руки его железное орудие, сказав при этом, крепись и трудись своими отца и сына и святого духа. В другое время святые находились в Медиаландской епархии, близ города, называемого Гавдианом. Здесь они, очистив от идольских капищ некое селение, сами трудились над построением церкви 99-й по числу построенных ими церквей. Вместе с ними трудилось над всей постройкой, помогая им множество верующих. Случилось мимо того места проезжать каким-то людям. Увидав трудившихся над постройкой у храма, решили сами с собой, что строители задержат их, и хотя бы они не желали, будут убеждать их принять участие в работе. По обычаи того времени в построении церкви должны были принимать участие все случившиеся около места постройки. Проезжие в силу этого обычаи не могли бы отказаться помочь строителям, если были бы приглашены. И так как им хие место невозможно было миновать, то они поступили так. Одного из своих положили в повозки, как бы мертвого, сделав вид, что везут умершего для погребения. Лишь только они приблизились к самому месту постройки церкви, святые братья обратились к ним со словами, «Дети, помогите нам в нашей работе!» Они же в ответ сказали, «Мы не можем медлить, потому что везем мертвеца для погребения». «Не лжете ли вы, дети?» – спросил святой Иулий. «Нет, отче!» – отвечали они. «Так пусть же будет вам по слову вашему», – сказал им на это святой Иулиан. И люди те отправились к твоей дороге. Удалившись немного далее, они сказали притворившемуся мертвым, чтобы он встал. Но он не вставал. Тогда они начали сильнее толкать его, думая, что он спит. Однако вскоре они убедились, что он действительно умер. Чудо это сделалось известным всюду, и все были в страхе и ужасе. Так что никто с того времени не дерзал говорить святым ложь. Через несколько времени после сего святой Иулий пресвитер сказал однажды своему брату, святому Иулиану. «Оставайся ты, брат, строить здесь эту девяносто девятую церковь, а я пойду поищу другое место, где бы можно было создать сотую, дабы по созданию ста церквей на земле по благодати Божией, быть нам переселенными церковь нерукотворенную, вечную на небесах». Сказав сие, Иулий отправился в путь. Пройдя расстояние около двух миль, он подошел к озеру, называемому Мукорос. Озеро то очень велико. На нем он увидал большой остров, очень красивый, на котором никто не обитал. Смотря издали на тот остров, святой стал размышлять, как бы ему переправиться на него. И так как поблизости не было лодки, то он встал на молитву и, преклонив колено, помолился, сказав, «Господи Боже всесильный, Иисусе Христе, Твоей всемогущей силой подай мне, чтобы сия милоть моя, которая на мне, послужила бы мне вместо лодки, дабы, находясь на ней, я, управляемый Твоей десницей, мог переправиться на тот остров, не погрузившись в воду». Милоть — это верхняя одежда, мантия, плащ. Помолившись так, он распростер свою милоть на воде и, сотворив крестное знамение, взошел на нее. И милоть, как лодка, не погружалась в воду. Святой же, держа в руках жезу и как веслом, гребя воду, управлял чудесной ладьей из милоти и достиг до того острова. Выйдя на остров, он обошел его вокруг и очень радовался, видя его красоту. Посреди острова Святой Иулий увидел громадный камень, занимавший большое пространство. На нем решил он построить сотую церковь во имя святых двенадцати апостолов. Но на острове том водилось в большом количестве змей и всякие ядовитые гады, почему никто из людей не осмелился даже приблизиться к тому острову. Святой, взойдя на тот камень, сделал из небольшого деревца крест и водрузил его небольшую растерянную на камне. Помолившись за тем Богу, он созвал к себе именем Иисуса Христа всех змей и гадов, и собралось их великое множество к нему. Святой сказал им, «Уже довольно пожили вы на месте всем. Ныне же именем Пресвятой Троицы Отца и Сына и Святого Духа повелеваю вам уйти с этого острова и предоставить место сие для Дома Божия и для рабов Христовых, намеревающихся обитать здесь». Лишь только Святой произнес это, как все змеи и гады, как бы поняв его слова, тотчас повиновались его повелению и, собравшись все вместе, удалились в западной стороне острова. Затем, погрузившись в озеро, переплыли на другую сторону горе, называемой Комункин, и там поселились, устроив гнезда, а остров очистился от гадов. Святой же, как и в первый раз, переправившись обратно, направился к христианским селениям, находившимся в окрестности, и, получив от них помощи все необходимое, возвратился на лодках с рабочими на остров. Потом заложил на камни церковь во имя святых двенадцати апостолов, занялся ее постройкою. В то время брат его, Святой Иулиан, окончив постройку церкви около города Гавдиана, задумал устроить в ней гроб для брата своего Иулия и начал строить его. Святой же Иулии, узнав об окончании постройки той церкви, пошел, чтобы посмотреть ее и вместе посетить своего брата. Когда он пришел туда, то встретил его с такими словами. «Вот, брат, с Божьей помощью и по твоим молитвам церковная постройка окончена. Только строится еще гроб для тебя, дабы в нем по представлению твоем почивало твое тело». Но Святой Иулии, исполненный пророческого дара, рассказал на это Святому Иулиану, «Поспеши скорее докончить постройку этого гроба, ибо тебе самому придется почить в нем». И это сбылось. Когда гроб был устроен, Святой Иулиан, дьякон, приставился ко Господу. Святой же Иулии, предав с честью погребению тело брата, возвратился опять на остров, где и продолжал постройку церкви, посвященной апостолам. Окончив построение церкви, он устроил в ней гроб для себя, потому что предвидел приближавшуюся кончину свою, так как был уже в преклонных летах. В то время в Медиалане от царя был назначен епархом для управления всей той страной один сенатор по имени Авдентий, человек благородного происхождения, добродетельный и благочестивый. Узнав о святом Иулиане, он с домашними пожелал побывать на острове Мукоросе, чтобы видеть человека Божия Иулия, пресвитера, и посмотреть церковь, устроенную им. Всем на корабль они отправились. Прибыл на остров Авдентий, подобился получить благословение от святого и беседовать с ним о духовных предметах, а также и осмотрел церковное здание. После этого он обратился к святому с такими словами. Отче, если ты еще что намерен строить, то скажи мне, и я из своего имения буду помогать тебе, ибо с радостью готов служить вам во всем нужном. Святой ответил на это. «Чадо, строить нам более ничего не требуется. Остается построить только около моего гроба гроб для тебя, потому что твое тело по твоей кончине будет посевать всей церкви». Авдентий ответил, «Пусть твой гроб, отче, будет здесь, а я уже устроил себе гроб в Медиалане». «Поверь мне, чадо», — сказал ему на это святой Иулий, «что тело твое будет погребено около моего тела, а не в другом каком-либо месте». Побеседовав довольны со святым и получив от него благословение, Авдентий возвратился в Медиалан. В непродолжительном времени святой Иулий приставился ко Господу и был погребен в своем гробе, от которого по молитвам его подавались многие исцеления болящим. По представлению святого Иулия заместителем его был благочестивый пресситер Илья. По прошествии нескольких лет скончался и Авдентий Медиаланский пар и был положен в своем гробе в Медиалане. Но утром на другой день он был найден лежащим вне своего гроба, не выброшенный кем-либо из него, но как бы вынесенный из него и бережно положенный. Тело его положили обратно в тот же гроб, но и во второй раз он был найден лежащим вне гроба. То же произошло и в третий раз. Хотели положить его на другом месте, но нигде не находилось места для его погребения. Тогда домашние вспомнили слова святого Иулия, сказанные Авдентию, что он ни в каком другом месте не будет погребен, как только рядом с телом его. И отвезли тело Авдентия на остров Мукорос. Блаженный Илья с крестами, кадилами, со свечами встретил тело епарха и с подобающими почестями предал его погребение при гробе преподобного Иулия. Так исполнилось пророчество святого. Во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь. Богу нашему слава, вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.